Я за автомобилем. Произвел полную оплату запчастей, он не видит свой автомобиль. Ему постоянно говорят, да-да-да, покажем там, покажите автомобиль, что производятся работы. Это вот подрамник от нее есть? Все новые? То есть запчасти? Да. Все новые. Либо вы затягиваете работы, либо, ну, что там у вас не так? Ну, делайте, как будто вы, вот, прям провокатор, вот, на эмоции, на поругаться, это вот прям к вам. Я это уже понял. Ко мне? Да, добрый день. Здравствуйте. Я за автомобилем. Добрый день. Меня зовут Михаил. Мы с вами. Это очень хорошо. Я за автомобилем, Nissan QSky. Вы работаете здесь? Где? Малярки у нас тут. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим его. Правильно, сейчас? Да. Сейчас я не смогу дальше приехать. Почему? Клиенты приедут. Ну, давайте кого-то. Чуть позже. Давайте. Так вы чуть позже нашему клиенту уже говорите с июня месяца. Он не может увидеть. Вы видели, в каком состоянии была машина? Да, да, я видел. Что на дерево в нем? А, да, да, да. Вот у нее стоит двигатель, ее стоит коробка, ее стоит эта машина. Ну, это очень хорошо. Смотрите, здесь претензия в следующем. Клиент сдал 3.06 вам автомобиль. Я прекрасно понимаю, какие объемы работ там выполнялись. Я прекрасно понимаю, что вы заказывали всю морду на него, и я прекрасно понимаю, какой объем работ вам необходимо выполнить. Но суть претензии в следующем, что с июля месяца, после того, как он произвел полную оплату запчастей, он не видит свой автомобиль. Вы говорите, что он находится где-то в малярке, но клиент, позвольте, я закончу, да? Как человек не видит автомобиль, когда сняли двигатель, демонтировали всю морду, я человека подводил к машине, когда она вот там стояла, на парковке, показывал про рулевую рейку, показывал про вакуумник, показывал, что снят двигатель, машина стоит разобранная, что сейчас она будет езжать в кузовной церкви. Хорошо. Я с клиентом подводил, когда производились долгие работы, то он будет здесь двигатель. Это было как раз таки вот перед тем, как она уехала в малярку. Когда она уехала в малярку? У меня от нее это не фиксируется. Почему? А зачем мне это фиксировать? Ну а как, вы же должны знать, в какие периоды вы проводите какие работы с автомобилем. Стоимость ремонтных работ составляет больше миллиона рублей. Да. Это не работник, это не разработка, это за запчасти. Но тем не менее. Как вышел там в районе 6-й составе, 700 тысяч рублей. В любом случае, вам клиент перевел больше миллиона рублей. Коробка треснутая, коробка с боку. Да, мы это все прекрасно понимаем. Хорошо, давайте. Коробка новая, 210. Вот вы уже начитали. Смотрите. Вот, сквозная дырка, вон палец в коробку заходит. Просто сквозная дырка в коробке. Да изначально была трещина. Нет, это вот. Вот, пошло с удара все. Здесь точно так же, вот на двигателе обломаны вот эти дырки, на кондиционер, там работа тоже немало. Это вот его коробка, его двигатель. Да мы не говорим относительно того, что вы не выполняете услуги. Мы хотим понять, в каком сейчас состоянии находится автомобиль и хотим его увидеть. Нет, в этом параллель никаких нет. И по срокам. И по срокам с вами сориентироваться. Ну вот смотрите, вы подождите. Мы когда пригнали машину изначально, да, когда разговаривали с Дмитрием, то есть срок был оговорен 30 дней. Да, то есть за 30 календарных дней. Было обговорено с клиентом? Да. Я не курс. Устно. С вами было обговорено 30 дней. Да. Да, устно озвучено 30 дней. Я прекрасно понимаю, что скат там вы могли заказать, он там мог идти с Европы долго. Это все понятно. Я прекрасно понимаю. Но с той переписки, которую мы видели, и цепочку всех действий, которые мы видели, ничего не бьется. Человек с июня, с июля месяца, после того, как доплатил за скат, чтобы полностью было все выполнено, да, он заплатил за все узлы и агрегаты, да. Заплачиваемые запчасти. Да, за запчасти. Я это и говорю. За все узлы и агрегаты, которые необходимы на автомобиль, человеку вот с того момента, как он заплатил, он не видит свой автомобиль. Он в августе, позвольте, я закончу. Когда вы отдали его якобы в кузовной цех, мы хотим выяснить, отдали вы или нет, он уже автомобиль не может, ну, просто не видел. Он приезжает, говорит, покажите мне автомобиль, покажите в каком он состоянии, что вы сделали, тому подобное. Ему постоянно говорят, да, 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 покажем там. Он приезжает 25-го, 26-го, 27-го, 28-го августа и ничего не видит. Никто ему не показывает. Вы говорите, что автомобиль... Я не приезжал человек в два раза всего. Вы говорите, что автомобиль находится там в каком-то месте. Человек едет туда самостоятельно, смотрит, там просто пустые боксы, никаких автомобилей, ничего нет. И здесь возникает закономерный вопрос. Выполняете вы работы или нет? Что вообще с автомобилем? Где он находится? Давайте отвечу на ваш первый вопрос. Человек, когда пришел, заплатил за топчат, это на УСКАД, да все. Я пошел человеку, показал еще работы в плане того, что нужна рулевая рейка, нужен макубник, то, что они вышли из строя из-за удара, то, что пришло все в салон. Я показал машину, я пошел, показал на УСКАД, то, что мы приезжали, фары вот у нас недавно убирали отсюда, все отвозили. Рычаги, подрамник, все вот это я человеку показал, машина уехала в работу. Хорошо, давайте теперь разберем. Вы заказали на УСКАД и потом говорите, рулевая рейка, рычаги тому подобные. Смотрите, подождите, я четко понимаю, что такое на УСКАД и я четко понимаю, что рычаги никаким образом не влияют на кузовные работы. Если вы купили на УСКАД, подождите. Я вас понял, я вам не в кучу это все грибу. Я вообще, прежде чем я сначала человека отвел, показал, что у вас проблемы с подрамником, с рычагами, с моего рейка, с моего рейка, я понимаю, человек вам заплатил деньги. Человек не... Ну, да. Все правильно? Правильно. Да, да. Сейчас, деть минуту, можно? Я перезвоню пару минут. Вот, человек заплатил за на УСКАД. Он был, с ваших слов, вы только что сказали, на 10 июля. Он, получается, у вас был сейчас, сентябрь месяц у нас, подождите, 11 число. И, получается, за два месяца вы не смогли поставить туда подрамники, покрасить, сделать кузовные работы, для того, чтобы накинуть потом мотор тому подобное? Ну, это не быстро, но не быстро, но не два же месяца. За два месяца? Во-первых, пока ждали запчасть, месяц почти шла. Вы... Стоп. Вы сказали, что на 10 июля УСКАД уже был. Вы показали, что... 10 июля он производил доплату. Вы сказали, что вот коробка, рычаги, там, рулевая рейка. Еще необходимо будет доплатить. Вот ваш УСКАД. Соответственно, доплачиваете денежные средства. И с этого я и скажу, потому что последний платеж был 10 июля. Что УСКАД на 10 июля был. Соответственно, вам ничего не мешало произвести... 10, да, 10 он был. Да, произвести кузовные работы. Почему они не произведены? А сейчас уже 11 сентября, два месяца прошло. Доплачивали вы за 6, 6, 7. У меня есть, что вы 10, 06, 5, 06, 6, 07 и 10, 07 вы выходили, доплачивали. Да. Ну, работа там все равно не легкая. Ну, да никто не оспаривает. Смотрите, я же это не оспариваю. Я прекрасно понимаю, что вам нужно сделать. Я прекрасно понимаю, что там один лонжерон вы меняете, насколько я понял. Второй лонжерон там вытянуть необходимо, то есть поставить на стапель там, тому подобное. Большие, огромные, ну, реально огромные работы. Но суть-то претензии в том, что с 10 числа, когда произошла доплата за эти все детали, человек не видит свой автомобиль, не видит в каком он состоянии. И у человека такое мнение на данный момент, что автомобиль куда-то увезли, распилили, что-то еще. Ну, что, покажите автомобиль, что производится работой. Давайте оговорим. Сроки? Ну, четкие сроки, когда вы все это выполните, и никаких претензий больше к вам не будет. Без проблем, мы это сделаем, но съездить, посмотреть машину, мы смотрим только в течение часа примерно. Потому что у меня сейчас приедут два клиента, мне нужно будет сейчас с ними отработать. Мы с вами съездим, посмотрим автомобиль. По срокам, по срокам я вам скажу тогда, мы можем даже, в принципе, написать вам бумагу, когда будет по срокам она готова. Замечательно. Если вам так будет. Да, для нас это принципиально важно, потому что наш клиент заплатил вам более миллиона рублей. Мы понимаем, что это стоимость... Нет, там миллион тридцать пять получается. В совокупности там миллион тридцать пять получается. Да, да. Вот миллион рублей, все, как я и сказала. То есть, соответственно, мы понимаем, что часть из них это денежное средство на запчасти к автомобилю, а часть это за вашей работой. Я все прекрасно понимаю. Нет, это деньги конкретно не заработали. Это деньги за детали. Отлично, тогда мы хотим... Где, кстати, второе АКПП новое? Внизу должно лежать. Все должно внизу лежать. Давайте на детали посмотрим. Либо на складе у нас лежит, либо внизу лежит. Да, давайте посмотрим все вместе. Вообще без проблем. Просто почему нашему клиенту автомобиль не показываете? Кто не показывает? Человек приезжал, когда... Трижды. Я вызывал специально сюда человека клиенту. Да, хорошо. Это было в июле месяце. В августе месяце человек не приезжал? Если мы сейчас поднимем приписку, ну, приезжал... Не один раз. Он не один раз приезжал. Три раза в августе приезжали. Сейчас подождите. Так подождите, а куда вы уходите? Ну, давайте не бегать, давайте аргать. Сходить вниз, посмотреть, во-первых, коробку сейчас. Пойдем. Так мы с вами сходим. Ну, пойдем, сидим с вами. Пограмма не сгоревшая машина. Да, это видно. Ну, набери его тоже с красивого чудака. Что к чему-нибудь, да почему? Что он в таком виде? А, давай, хорошо. У вас БУ? Нет. Чается, подрамма, и запчасти. Да. Все новое, оригинальное. Хорошо. Сейчас разберемся. Вот. Наускат Кашкай G11 бампер. Наускат Кашкай вы этот, с Европы? Вообще, через Беларусь гнали, не знаю откуда. Ну, то есть, грубо говоря, там... Ну, по прямой, сейчас Европу же не погнать никак. Не, ну, я понимаю. То есть, там на аукционе выкупили машину, типа, отрезали, да? Нет, купили сразу морду отрезанную просто. Ну, я понял. Вот, получается, да, Наускат Кашкай. Угу. Так, Ашкай G11. Да, это грузов. Вот, теперь вопрос. Да? Я, ну, не первый год работал. Да, да, я знаю. Я на нас подписан. Смотри. Вот, ты показываешь, что это капот отсюда. И показываешь мне Наускат бампер. Почему капот получается новый, а бампер снятый. Если мы покупаем Наускат, у нас все отрезано. Ну, не факт, что новый. Он нам же не приводит. Нам приводит обычно в дереве. Выходите, я сказал... Ввиду, околочено в дереве, что вот целиком на Ускат. Я... Нет, подождите. Я когда заказывал Ускат, мне приезжают все, ну, вушные детали. То есть, ни разу не было так, чтобы они были упакованы. Вот так, да. Вот так они приезжают. Нет, вот это я поверю, что капот от... Ну, что, я не знаю. Может быть, это не от него. Потому что мы вроде увозили все. Я вот и смотрю, что бампер здесь остался. Хорошо, где коробка? Подрамник, подрамник, коробка, коробка. Сейчас мы еще машину посмотрим и поймем, что у нас не хватает. Там будем уже разговаривать по срокам. Сейчас узнает человек либо в дороге, либо на складе коробка именно лежит. Клад, в принципе, тоже неналепо. У нас сочетание по-моему, что все-таки идет в дошельский складок. В этом проблем никаких нет. Ну, по складу мы шарить точно не будем. Нет, мы тогда поступим... Мы тогда поступим... Нет, я думаю, что мы поступим следующим образом. Вы нам выкатите те позиции, которые вы заказали, да, и те позиции, которые есть. Ну и дальше мы будем разговаривать. Представляете, мне сейчас ехать, получается, собирать на складе, забрать коробку, мне же ехать в малярную, забрать или там в скат? Подождите. Я не говорю, что мне забрать нужно. Я говорю, вы мне выкатите на бумаге то, что есть по позициям. То, что заказано... Выкатите на бумаге? Да. Смотри, у тебя есть 100% накладные на то, что ты заказывал. Четко. И ты четко понимаешь, что у тебя есть в дороге. Потому что в любом случае ты заказываешь через какие-то юрлицы. Это все. Я перезвоню пару минут. Правильно, правильно. И ты, соответственно, мне можешь сказать, вот у меня по позициям все есть, рычаги в дороге, рулевая рейка в дороге, коробка вот приехала, она на складе. Я буду четко понимать, какие у меня позиции есть. Дальше ты мне говоришь, ноускат есть. Если ноускат есть, я четко понимаю, что малярным работам ничего не препятствует. Если им ничего не препятствует, либо вы затягиваете работы, либо, ну, что-то у вас не так. И с вот этими моментами я как раз хочу разобраться и увидеть машину. Все. Если все так, как ты говоришь, мы сейчас договоримся о сроках и разойдемся по красивым, без претензий. Вообще без проблем. Минут 30, если у вас есть, везде посмотрим. Ну, пойдемте кофе попьем, как раз администратор нам накладные дождит. Без проблем, без проблем. Могу вас оставить в офисе, могу сопроводить, где кофе попить можно. У меня просто клиент приехал. Мы здесь подойдем. Сейчас заедем, заберем крылья с капотом. Окей. Там что-то еще было. И поедем туда в малярку, где мы стоим. Да, хорошо. Ну, погнали к машине. Да? Да, все, поехали. Ваша? Единственное, что у нас сейчас, вопросы по нашей машине, нам пришли не те рычаги. Подвески. Все. И переходнички на усилитель бампера. Стальные запчасти, все в машине. Пары, все, все отмыл в ката. Единственное, вот остались рычаги. И подрамник у нас, я вам показал, привезем. Коробка на складе. Все, ну, коробку сдвигатель. А здесь его будут красить? Красить клиент попросил не красить. Клент попросил просто собрать. Не каши, да. Клент попросил просто собрать. Ну, хорошо, у нас подрамник, он на сгоревшей тачке. Как и подрамник, ты обработаем и телевизор так же обрабатываем. У меня есть другой подрамник. Если что, я могу моет, да. Ну, там какой лучше быть, езжу, без разницы, да. А телевизор и подрамник все обработается. Саму машину. Коробка, коробка и мотор у нас в офисе, правильно? Мы будем вставить там. Будем устанавливать их там. Здесь только кузовщины сделаем. А, кардан, где? Тоже там. Все там. Все у нас там. Что, двигатель снимался там у нас, на софисте. Здесь чистых кузовня у нас. Давай посмотрим детали. Вот подрамник сейчас привезем. Что по времени? Неделя. Неделя. Ну, вот мы сейчас понимаем, что кузовные работают неделя. Кузовчу неделю, я возьму с запасом две. На всякий случай, чтобы вы потом ко мне не приехали и сказали, что я вам сказал неделю. Дальше. Три недели кузовные и... По подушкам. На установку подушек и двигателя неделя уйдет. То есть, соответственно, три недели. Три недели, да. То есть, мы сейчас договариваемся о том, что в течение трех недель вы заканчиваете все ремонтные работы. И сегодня 11 сентября. Ну, грубо говоря, до 30-го. До конца месяца. Ну, как раз, да. То есть, если мы к вам приедем через две недели, машина уже будет на Софийской, и наш клиент ее сможет посмотреть. Да, да. Вас такой вариант устраивает? Вот и так же сюда приехать вообще без проблем есть. И там, например, через три дня вам захочется вообще никаких проблем нет. Просто вы мне говорите, что это точно да, но вы сами понимаете, что здесь в месте удара идет коса. Вот это вот. Где-то может быть что-то перебито, и будешь в технической работе тоже может от три дня затянуться. Смотри, мы это все четко понимаем. Ну, например, я вот абсолютно четко понимаю, что ты говоришь. Но, если мы подытожим, по факту, у нас приехало все, да, по кузовне, детали были, ну, давай, в конце июля. Август тачка просто простояла, потому что у тебя были какие-то контры там с подрядчиками, которые по кузовне. Вот этот момент вы не довели до клиента. Если бы ты там привез клиента к машине и показал, вот твоя машина, вот она стоит, вот, вот это они, такие-то люди, и не было бы вот этого всего, я бы не приехал сюда. А так вот эта вся история получилась, и я приехал сюда. Мы сейчас приехали, увидели машину, человек успокоился, что его машину не разобрали, там, не распилили, тому подобное. Мы договорились со сроком, там, клиент, если через неделю звонит, говорит, блин, обратно нету обратной связи, ну, тогда уже будем решать совсем по-другому. Потому что мы приезжаем, изначально всегда разобраться в ситуации, договориться без суда и следствия, потому что это дешевле и для всех будет. И меньше геморроя для всех, потому что если писать заявление, вот это все, потом будут дергать, ездить, ну, естественно. Отлично, да. Мы рады, что вы это принимаете. Мне не надо затягивать, чтобы здесь у людей, например, не знали, также подъемник, какой кузовной цех, который в сутки тоже стоит простой. Вот этих даже просто... Ну, я понимаю, да. Мне неинтересно это затягивать, эти работы. Просто как я сейчас в машине ехал, рассказывал, что была, да, вот ситуация такая сложилась, я ничего не в свою защиту говорю, я говорю, то, что у нас было, не по плану пошло ремонт, в другом сервисе, в другом месте, где машина надолго зависла. Только из-за этого все. А так клиенты, изначально были все на связи, когда двигатель сняли, я клиента позвал, показал углевую рейку, показал вакуумник, приехал на Ускат, я также позвал клиента, показал запчасти, что приехали. Все как бы так, с клиента не просто там брались деньги, там, что отдай нам денег. Нет, мы привезли запчасти, клиенту показали, вот, оплатите, что приехало. Конец сентября срок вас устраивает, Артем? Тогда едем в офис, по срокам все прописываем, смотрим, что у нас, ну, по... Мы можем заказ наряде прописать просто в особых отметках, чтобы было до окончания работы, там дота... Да, естественно. И этот, и посмотреть, что у нас по бумагам все детали приехали, и все, и дальше прощаемся до конца сентября. А где Евгений Тассан? Да его нет в городе сейчас. Я тут всем управляю. Ну, девушка, как будто вы, вот, прям провокатор, вот, на эмоции, на поругаться, это вот прям к вам. Я тоже понял. Ко мне? Да. Нет. Да. Я это заметил, здесь, последние полтора часа, сколько мы с вами провели, вот, вам вот больше всех надо. Не извиняюсь каждое выражение, но вот... Слышал, Иван? Мне вообще... Мне надо, чтобы все было правильно. Чтобы все было правильно, все будет правильно. Ждем от вас связи через недельку. Ждем от вас выпуска. Когда? Можем на выходных. А можем в конце истории. Ну, хорошо. Я вас слушаю. Тогда все. Всего доброго. Рад был увидеться. Всего доброго. Надеюсь. До свидания. Что все закончится хорошо. По-другому никак. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok